Время Аркадия Драгомощенко Время Аркадия Драгомощенко Время Аркадия Драгомощенко Время Аркадия Драгомощенко Влада Гагина. Влад Гагин родился в Уфе и сейчас живет в Санкт-Петербурге. Его стихотворения публиковались в журналах «Новое литературное обозрение», «Л5», «Циркалин», «Двоиточие артикуляции снов и других». Также он один из редакторов проекта «Стенограмма». Входил в лонг-квист премии Аркадия Драгомощенко в 2016 году. Виталий Лехциир в своем сопроводительном письме к подборке Влада Гагина пишет. «Стихи Влада Гагина – пример творческого и умного наследования тому типу интеллектуализма в поэзии, для которого характерна трактовка ее из перспективы современной философии или социальной теории. Переходы конвенциональной границы поэтического на самых разных ее участках, гетерогенная субъектная организация высказываний, совмещения часто в пределах одной фразы одного длящегося образа – абстрактного и конкретного, интеллигибельного и физиологического. Но для меня «Стихи Гагина» не только талантливая версия актуальных подходов к поэтическому письму и его телеология, не только эхо семинаров по политической философии или маргинали к хитам интеллектуальных книг. Хотя цитаты из таких книг или разговоров, иногда обширные, в них встречаются регулярно наряду с собственным вопрошением и фиксированием повседневных и ситуативных событий и ментальных откликов на них. Более того, это даже не только интересное сочетание аналитизма и лиризма, хотя подобное сочетание, мотивированное собственной биографической ситуацией и речевой отзывчивостью, мне более всего импонирует сегодня в актуальной поэзии. В этих стихах предпринимается попытка выразить поэтическими средствами идентичность интеллектуала нового поколения, исторически заданные исходные контуры его опыта. Влад Гагин Всем привет! Рад здесь присутствовать и вас видеть. Хочу немного рассказать про то, как я попытался построить свое выступление. Я думал, стоит ли читать тексты только из подборки номинированной, либо стоит ли читать какие-то другие тексты или совместить это, и решил совместить. Но вот каким образом в последнее время, недавно я обнаружил в своем письме ряд некоторых форматов, и не буду долго рассказывать, что это за форматы, но если коротко и упрощенно, то я это представляю как некоторую линию натяжения между двумя полюсами. Первый полюс — это жест некоторого сжатия и налаживания связи внутри этого сжатия, а второй, соответственно, жест некоторого разъятия и напротив разрыва связи, и на пересечении часто находятся тексты, это проявляется там на разных уровнях, на уровне эстрофики, ритмической организации и тематически даже. Вот. Но дело в том, что в обоих этих случаях это такая фрагментированная речь, вопрос только в том, как устроен интерьер этой фрагментированности и как работает коммуникация между этими фрагментами. И я буду читать текст из подборки, и следом я попытался подобрать похожий текст, не из подборки, получились такие двойчатки. Как бы к некоторым текстам из подборки я не подобрал, а таких текстов потому что не нашел, либо потому что хочу вложиться в регламент. Вот. Мне показалось это интересным, интересной практикой, поэтому попробуем. Первый текст. «Я увидел контуры нового мира, сообщает, некто в нелепой кепке, вращаясь на стуле, в нескончаемом помещении сушевока. Кто здесь только не заблуждался, и все же, даже контуры искажаются, прошитые диспозитивом. Нечего и говорить о фактуре нового мира, однако мы постоянно видим его в парадоксальной логике искажений. Что-то приходит во сне, кое-что можно увидеть в расфокусе, как бы на кромке рэп-клипа, который крутят без перерыва работники на широком, плоском экране. Помнишь ли ты то зеленое поле? Оно, иногда сужаясь, иногда до невероятных, расширяясь пределов, обещало нам некие вещи, и мы брали слова смерть, расставание, поднимали беспечно над головой и клали на место. Как смотреть на зул, разве что через дырку, в башке дрозда или разрез небольшой на теле эластичного заведения, но мне не ясно, скажет некто в нелепой кепке, для чего это нужно. Подпирать свое знание костылями, посмотреть на все чуть иначе во время короткой поездки в ночном метро, остается на ощупь захватывать нерабочие средства связи, выходить на площадь внутри Сушевока, на давно согласованный митинг в поддержку, мерджетных прогулок, чего-то такого. Второй тет. Книга пишется из ситуации, скажет какой-то парень, выходящий на улицу бабки. Все, что мы можем сделать, это отвоевать немного. Личного пространства, комментирует Де, партию в го. Если ты меня встретишь случайно у метро, под накрапывающим дождем, ты меня не узнаешь. Я превратился в грязный ботинок, сгнившую кожуру. Фрукты какого-то, что ли, наш коллектив разрушен. Это как разговаривать с червяком или камнем, или, вернее, просто с горстью земли. Однако там, под слоями грунта, происходит невидимая работа. Семейные ужины на захламленной даче превращаются в тайную тропу, которой нужно каждую ночь уходить и не возвращаться. В те места, где сплетение было возможно, удовольствие, власть и скрипнет снова калитка. То ли дождь поливает пустые облепихи, то ли расцветает опять помех на экране, как будто беспредельный вьющийся разговор. Так ли просто быть вирусом и не знать ни о чем, помимо наилучшего способа воспроизводства, что мы шепчем друг другу через эти помехи, через ливень сплошной. Долгий ужин расслаивается, ведь гости ждут на крыльце, да и форточка приоткрыта. Чай из привычно собранных листьев отдает неизвестным ранее запахом, что ты скажешь мне, если увидишь на моем лице паразита другого, а не хакнули того, кем я был, террористическую атаку никто не решился предотвратить. Ну и что, поговорим о ветвящихся, трудностях, неудачах. Видишь, я стал прозрачнее птицы. Мне снятся теперь только немыслимые пейзажи и счастливые города, разрывающие воображение. Первый текст. Гликерия Лунова. Так осыпаются целые слои опыта. Эта история более недоступна. Может быть, красные шары, и они раскатываются по белому, когда просыпаешься в междугороднем автобусе среди белого, вспоминая мягкие пятна аффекта, бары, кофе на конференциях. 20-летний мальчик без тела падает в холодную таллиннскую ночь, но мы подхватываем его. Мы — чья-то большая рука. И мальчик раскрывается, становясь беспутной фольгой речи. За этот февраль вы подружились с 30 людьми, чьи лица смазаны. Мир крошится белым эстонским материалом, похожим на снег. Красные шары, сжигающие опыт. Эта история более недоступна. Их лица смазаны вихрем, оповещение и политика памяти, свернутая в кармане. Второй текст. Леонид Фофанова. «Когда выветриваются последние серии страха, когда паразитарные отношения абсолютно со всеми вокруг или семь минут спортивной ходьбы, когда куришь на выходе отдельно от всей тусовки, и два Джона о чем-то беседуют за стеклом, может быть, мысль проскочит, может быть, Пушкин неправ был, говоря о невозможности счастья и представляя реальность через схемы единства, даже в сшивающих капиталистических джунглях речи, виден след идеальной игры. Несколько персонажей играют в американский футбол в минуту предпоследнего снегопада». Первый текст. Бумажные птицы исчезают в какой-то тьме. Анонировать, наблюдать приходящие в телеграмме сводки турецкого наступления на Африн. В этом скольжении нет ничего, кроме жутия. Чтобы уснуть, я мысленно представляю очертания старых комнат, бежевое кресло, дедушкин тренажер. «Существует ли эти вещи, какой у них статус? Турецкие боевики занимают ключевые высоты, пока я еду в автобусе через красивый город, через множественную игру. И даже неловко говорить о том, что осталось от наших историй, пересобираемых постоянно. Никто никого не понял, ни в ту, ни в эту сторону. Все замещается, бумажные птицы тонут в какой-нибудь темноте. Бумажные птицы на черном фоне. Это обои в кафе напротив». М. Вспоминает историю человека после инсульта, переставшего видеть движение. Только череда, последовательность, кадров, но где пролегает различие. Мы знаем, что движемся через красивый город. Мы знаем, что сопротивление существует. Сложные области против классификации. Бумажные птицы, их зрение симультанное, как бы свернуто до единственной фразы. И я расшифрую ее, пока они будут. Падай тихо во тьму, греться на солнце. Второй текст. Марк Фишер был прав. Но в чем именно? В том, что я гуляю по окраинам Рима в Google Maps, параллельно погружаясь в инструментальность. Хрупкие карты социальных действий, постоянно накалывающиеся, совершая маневр. Память, подвижная вата в жидком зеркале мира. Утром 31 декабря состоится встреча философского клуба, посвященная Марку Фишеру. Кажется, лучше и не придумываешь. Печальный праздник, но одновременно можно смотреть в будущее, раскатываться по предпраздничному времени, как несколько деталей неторопливого шара. Я пришел о будущем, ковыряясь в прошлом. Мне страшно произносить слово «сейчас», оно ничего не объясняет. Дигитальные путешествия, как последнее место спасающих встреч, и попробуй не расцарапать глаза в приступе самобичевания. Субъект — это шаткая сборка из дерьма монотонных реакций, порн с элементами насилия, приложения для механической жизни, тайные аккаунты в социальных сетях. Я называю это «залипание капитализма» или «темный лес сетевого аффекта». Самобичевание понимается здесь как часть реакции на определенные рыночные процессы, описанные в нескольких хитовых интеллектуальных книгах, а после бюрократическая профессура перекручивает тебя в фарш. Марк Фишер был прав. Это стихотворение не может быть ничем, кроме поражения. Однако все же следует подчеркнуть. Мы мигрируем в другой лес. Лес прерывистых связей, растянутых до горизонта. Маленькие праздники разговора. Философский семинар 31 декабря как бы на самой кромке радикальных изменений. Эта надежда сфабриковано, словно детский подарок в праздничной упаковке. Маркетинговая возгонка альтернативы, но мы разучились переживать об этом. Первый текст. Яндекс.Еда, находимая на темной стороне стикера. Ты говоришь, у каждого стикера есть темная сторона. Каждый стикер, даже самый милый, если присмотришься, открывает свой отвратительный лип. И вот стикеры дрожат. А курьеры Яндекс.Еды в желтой спецодежде продолжают движение по маршрутам через какой-то адский ветер. Скажи, сегодня какой-то адский ветер. Я говорю о платформах, и мне приятно идти по пространству кинотеатра, мимо игровых автоматов, как будто вспоминая небывалые времена. То ли 80-е, то ли раньше, то ли 90-е, ретро. Футуристическая греза проскочит о несуществующем варианте капитализма. Впрочем, под травой мне было бы страшно есть этот бутерброд с арахисовой пастой. Впрочем, в темноте кинозала ветер не ощутим. Второй текст. Небо непонятного цвета, осадки в которых не ловят взгляд. Только два военных вертолета прорезают эту плотную форму. Наблюдая за ними лежа на матрасе Икеа. Полиуретан, невозможно строить словарь, давать имена животным. Кто управляет техникой тихоплывущей, из каких побуждений решились они отменить маслянистое небо. Следуйте за актерами, однако заглушки связи, непроглядный масштаб, Команта расчетливых тьма, камуфляж, что на тропическое мимикрия и небо непонятного цвета. На матрасе Икеа тысячу лет лежит великан, даже не хвойное мясо, гораздо меньше. Следующий текст без пары. Что там с нефтью, говоришь, любая попытка вычленить нефть безрезультатно, а мы, шление всегда было, нечеловеческим, ладно. Лиза с наивностью, достойной лучших образцов наивности, сказала мне, думала, что стихи посвящают конкретным людям, Но если поэзия — это машина по совмещению всего, остается выдох над стремный дым социальных логик, Распадаясь понемногу среди развалов странной литературы, чудом дошедшей до импульсов моей головы, Я все еще помню, как человек, переживший инсульт, читает кого-нибудь вроде Джона Эшбери, Развлечая, как бы сиреневый образ речи, призрак улыбки твоей на загреченном фото, Архитектонику родительских отпечатков, следы, пропавшие нефтью, пляж на котором только, Рамки, металлодетекторы, пропускные пункты. Эта улыбка пусть будет предоносной программой, разрушающей нечто, не позволявшее мне чувствовать что-то еще. Первый текст. Пес по имени Гдемо разрезает зеленое поле какого-то фильма из девяностых, Веряя хвостом, тонет в гличевой виртуальной впадине, из которой ты смотришь, припоминая, Был еще некий сюжет. Жизнь состоит из очень похожих дней, потому что мы не стали рэперами, Мы стали теми, кто сверяет сочетание веток по дороге в пятерочку со вчерашней ссорой И зеленая сплюснутая машина, занесенная снегом, и мусорные баки зеленого цвета все те же. Вроде совсем несложно продираться через бизнес-проекты, через православную вату, через авторитарные сны. Дело в том, что я иногда озираюсь, озираюсь и забываю, кто мы, Как к нам приклеилась эта, ливизна и другие вопросы? Будто в каждый момент выпадаешь из идеологического узора, Ветер реальности дует сквозь щели, ветви колышутся неповторимо. Но не можешь в это поверить, что скрывается за расхождение, Неужели не все состоит из жестокого, злого дизайна? Илон Маск сказал, мы живем в симуляции, тоже мне новость. Если завтра пиксели поплывут, вряд ли мы удивимся, вряд ли мы перестанем петь песни, Потому что какая разница, как назвать эту клетку, этот ровненький зоопарк? Пес по имени Ктемы распадается в новое время, но мы помним его повадки, Как спасался от внутренней жути, как петлял по плоскому полю, по невыносимому плоскому полю, Сложным образом мы твои сложные братья. Второе тело. Двери закрываются, но я успеваю передать тебе номер журнала «Транслит», Посвященный объектно-ориентированным антологиям, которые ты потеряешь. Не знаю, куда тебя уносит метро с этим журналом, в какие сети, Красивые пальцы, схемы касаний, документация, фрагменты пути, Синяки под глазами, опыт старых знакомых, работа в том хостеле недалеко от чего-то другого, Череда ежедневных, пересекающихся томительных вспышек. Но любая последовательность срезается новым, или все-таки длится, я уже не справляюсь с регистрацией этих дорожек, К тому же недочитанные тексты в журнале. Кто его знает, как происходят встречи? Почему в моей голове то и дело всплывает некий образ старая спортплощадка, Красный забор по дороге к позабытому дому? Эти пористые пространства множатся, куда не пытаясь проникнуть, Уточняющим взглядом, утопающим взыбком и, по сути, фиктивным вчера. Наши глаза завязаны черным, между мыслями все равно остаются бреши, Даже если они соединены с помощью «потому что», с помощью «если то». Но мы действуем в моргерующихся связей, Вспоминая о памяти, активизме, Клубящихся улицах вырванные речи. Тебя уносят в туннель, но я успеваю Передать журнал, который ты потеряешь. Потеряешь навсегда, перероешь всю квартиру, нигде не найдешь. Первый текст. Ты находишься в месте, где уже невозможно нормально функционировать на капиталистических разворотах. Как говорит Пиорыч, нарезать и заново собирать те слои социального механизма, Которые вскоре снова напомнят тебе таинственный детский лес. Я же достиг отчаяния спокойного и безмятежного. Или, если мир клепка, то можно, по крайней мере, Потусить здесь нормально, выкурить сигарету, заметить, как линии реальности сходятся и расходятся снова. Женщина завернула за ограждение, и теперь мы не видим друг друга. Голубь перелетает с места на место, белая машина без единой помехи. Движется вдоль трамвайных путей, ремонтных работ, постсоветской площади, На которой мы стоим, курим, и солнце слепит глазам. Кто где находится, думаю, многих мы потеряли. Выпустили из поля зрения, но важен скорее их опыт, Траектории невидимого производства, превращение, как не говорит пиор из социального механизма, В снова таинственный лес. Вот и все, что я знаю к этой минуте. Я забыл, что значит вина, прощение, утрата, И даже пытаюсь нормально функционировать на капиталистических разворотах. О, у меня что-то все закрылось, самый важный момент. Помню о животноводческих фермах... Секунду. Помню о животноводческих фермах, пыточной пляске учреждений, Чурискуля сигарету, так как постсоветское синтетическое солнце снова слепит глаза. Осталось еще несколько текстов. Я тоже пью этот кофе на фудкорте пространства бывшего раньше, Огромной фабрикой по производству чего-то, о чем уже каждый забыл. Креативная индустрия, новое производство, как выражается, Выхолощенный бизнесмен, обсуждая с вице-губернатором урбанистические дела. И я тоже пью этот кофе так, как нас согнали сюда насильно, Чтобы создать видимость явки, видишь ли, друг. Будучи частью деполитизированного ассамбляжа, Пью этот кофе на фудкорте призрачного пространства. Слушаю как. Речь чиновника сливается с речью гастрономического энтузиаста из Гинза Проджект. Все будет хорошо, когда мы отстроим. Оранжереи таврического модное солнце будет ярко гореть. Раздельный сбор на территории кластера. Веганскую еду не найти на территории кластера. Работники нашей библиотеки шатаются по территории кластера Без особых планов и дел. Просто галочка в документе, вспышка отчетности, И вместо работы можно стоять под апрельским солнцем, Чувствовать кожу и его тепло, Ненавидеть каждого, кто проходит мимо, Пить этот кофе, думать в какие схемы, Неименуемо вписывается поведение субъекта, Сосланного слушать речи в лице-губернатора, Человека с комично непоклебимым лицом, Гриняная маска мелкой власти, Обычный солнечный день, Капучино на овсяном молоке. Последний текст. Джон и Пюфки Концлагерь никогда не заканчивался, Важно помнить об этом, малыш. Мы живем на гигантском фрактале, Помнишь, как треповали по царе? Я не помню, уже забыл. Мы живем на мусорных свалках в каком-то мху, Со слезевиками бок о бок вяжем свой странный став. Может, пока я обедаю в сушевоке, Тучи уже сгущаются надо мной. Пока греюсь на солнце в этом мусорном поле, Тучи уже сгущаются надо мной. Может, и не сгущаются, кто его знает. А не отняли видение будущего у нас. В слизком мусорном лабиринте Роем в свои ходы, Неожиданно счастливые дни случаются иногда, Дни веселья в концентрационном пиху, Час любви в заколуке бескрайней тюрьмы. Важно помнить о чем-то, о чем я забыл, Как блестит отравленная река, Как концлагерь просторно сквозит, Словно и не закончено все. Спасибо, Влад. Здравствуйте. Я хотела бы представить нашу вторую финалистку Ягану Джабару И пригласить ее выступить. Ягана родилась и живет в Екатеринбурге. Она кандидат филологических наук, Преподает русский иностранцам. И она автор Двух поэтических книг. «Босфор» Одна называется, Издана в Екатеринбурге. И поза Ромберга. Ее издался на петербургский журнал «Транслит», Уже сегодня упоминавшийся в стихах Валанда Гагина. В 2017 году. В том же году Ягана Вошла в лонглист премии Аркадия Грагомущенко. А в этом году Ягана вошла в шорт-лист Премия Аркадия Грагомущенко. Лида Юсупова Это ее номинаторка. В своем сопроводительном письме К подборке Яганы Сравнивает ее стихи С кружающимися дервишами. И замечает, что они Визуально организованы в симметрии, Пойманы сейчас и никогда. Дальше цитата из стихов Яганы Времени нет, оно не существует больше. Дальше цитата из Аркадия. Нет, хотя и есть. Это симметрия правильности и случайности. Верчение, слово случайно началось в английской раскладке, Становится как будто единственной возможностью Организовать живую, мертвую, невидимую, Все заполняющую, текучую, рассыпающуюся, Мимолетную, вечную материю и нематерию. Верчение и вверчивание, в интуицию, я ищу слово, В связь, в сочувствие. Мусульманские имена и образы, Как погружение в кровь истории. Хотела написать в историю крови, Ближе к близким, далеким. Это все пишет Лидия Юсупова. Она пишет еще вот что. Я выросла в мусульманской семье, Нерелигиозной, но где мусульманство и родство неразделимы. Они все во мне, и я имею в виду не только кровное родство. И понимаю, что это не эпизодика, Хотя для кого-то и экзотика. Я бы хотела добавить, Что этот дискурс позволен номинаторам, Но не организаторам, не критикам, На самом деле, премии. Что воспринимать творчество Гигана Через колониальную рамку, На самом деле, Ну, это как бы не очень современно. Я бы хотела предостеречь тех, Кто еще не предостережен От такого восприятия. Я думаю, что Гигана даже может сказать мне спасибо за это. Гигана, просим. Добрый вечер. Мне очень радостно быть здесь И видеть всех вас. Я хочу сразу сказать, Что я не буду считать, Я буду считать ту подборку, Которая была представлена, Но с некоторыми упущениями, И с некоторыми наполнениями. Амади, Предисловие, Я прошу твоей защиты, И прошу уберечь у твоего ребенка И его будущее потомство От наушений шайтана. Как Амади встретил Ахмеда Елдуза. 49-летний Яхьяй Елдуз едет в автобусе Из пункта Шан-Дурфы До конечной Стамбул. 15 июля 2008 года Яхьяй Елдуз выпустил пять пуль Собственного сына, Которого когда-то сам именовал Ахмед, Заслуживающий похвалы. Ахмеду было 26 лет. Ибрагим Кан, Иногда именуемый Джан Душа или Кровь, Мысленно обнимает Ахмеда, Джаным. Он едет в Германию в ту же ночь, Чтобы спастись, Чтобы рассказать. Чтобы навсегда остаться покалеченным. Амади, Ахмед умирает. Он встречает Амади. Он мертворожденный ребенок Турецкой земли. Сильнее его тело Ожидало погребения И не дождалось. Амади и Ахмед Поворачивают голову. Кто-то постучал в дверь. Ибрагим Кан стучит По надгробию Ахмеда Маленьким придорожным камнем, Чтобы сказать Джаным. Амади уходит. Он встречает кого-то еще. Ахмед Илдуз, наша семья. Ахмед Илдуз, Ахмед Илдуз, Ахмед Илдуз, 26-летний аспирант Ахмед Вышел из квартиры заворожен, Уставший от изучения физики, Но его настиг отец, Ибрагим Кан смотрит в окно, Как умирает Ахмед. Ахмед Илдуз, наша семья. Ахмед Илдуз, Ахмед Илдуз, Ахмед Илдуз, Иса Шахмарлы Повесился на радужном флаге В своей квартире в Баку. Исе Шахмарлы было 20 лет. Он написал, Этот мир не настолько разноцветен, Чтобы включать в себя и мой цвет. За день до своей смерти Иса оплатил все долги. В одиночестве сидел на полу Бакинской квартиры и смотрел. Звездное, январское небо И пустоты внутри него. Январское небо — это то, Что останется в конце концов. Во время похорон Исы Гроб был укрыт разноцветным флагом, Похожим на тот, На котором он повесился. Гроб был усыпан камнями, Прикрыт спинами друзей. Камни летели на спины друзей Исы. Мула сказал, Прошлое человека не может стать Помехой его погребению. Ису похоронили, Ису забыли. Исы не было, Исы не было, Не было, Не было Исы. Как Амади встретил Гюнель Нурееву? 22 октября 2014 года Гюнель Нурееву Зарезала собственная сестра Парвана. Парвана связала с сестре руки и ноги, Как барану, которого приносят в жертву. После чего перерезала горло сестры И постирала собственные вещи. Обосновала тем, Что ей приказали демоны. Она спасла, чьи семьи по воле Аллаха Пролила неверную кровь сестры. На самом деле Гюнель любила женщин, А Парвана любила мужчин. Помощница прокурора Шем Мамедова Причиной убийства стали личные разногласия между сестрами. Парвана означает бабочка. Гюнель означает утренний ветер. Бабочка уничтожает ветер. Бабочка уничтожает ветер. Бабочка убивает сестру. Бабочка навсегда останется в замкнутом кругу стиральной машины. Бабочка никогда не уйдет из того дома. Бабочка, когда-нибудь приду, Будет повторять. Гюнель, гюнель, гюнель. Как Амадей встретил А? 22-летняя чеченка А садится в такси. Звонит подруге, это последний шанс. Через пару часов она улетит в Москву. Через пару часов она начнет новую жизнь. Старый таксист подслушивает диалог девушки А. Он заблокирует дверь и увезет ее обратно. В дом, откуда девушка А уже не вернется. Старый таксист привез 22-летнюю А. 22-летняя чеченка А была лесбиянкой. Об этом случайно узнала семья А. Ее брат неоднократно предлагал ей пистолет. Мол, застрелишься, и никто не узнает, что. До этого А уже сбегала в Москву. После чего три месяца провела в психиатрической больнице. Родственники сказали, что А умерла от болезни почек. 22-летняя чеченка А никогда не болела ничем. 22-летнюю чеченку А, скорее всего, У. Луизе 21 год. Она уже не сможет уехать в Норвегию никогда. Луиза никогда не получит свободы. Луиза и А никогда не получат свободы. Н. Говорит, уехать из страны – это так же невероятно, как встретить единорога. Быть свободным – это так же невероятно, как встретить единорога. Не быть убитым – это так же невероятно, как встретить единорога. Единороги. Белое тело России. В поезде, разрезающем белое тело России, я говорила с мужчиной, на плече которого невозможно было не заметить гигантское родимое пятно в виде мыши. Оказывается, с таким не берут в армию, небольшой порез, и ты истечешь кровью и умрешь навсегда. Что если кто-то поцарапает тебя, а я не успею? В том же поезде девочка Софа не хочет спать. Ее мать безуспешно учит с ней круги и квадраты. В соседнем купе женщина спрашивает мужа, будет ли он жрать. В этот момент замечаю, что на голове матери небольшой круг, необратимое влысение женщины — это смерть. Может, поэтому она спрашивает Софу, мама красивая? И шепотом «Красивая мама, да!» А между тем подкрадываются звуки, как небесные удочки. Вылавливают из сна. Со мной говорят «Сосны, березы, столбы». Голубое выпито до дна, и поэтому все черное, мрачное, как вдова в дверях бывшего дома. Возраст приносит с собой безобразные страхи, похожие на пьянок с разливным пивом, улыбающихся безпередних. Одиночество, старость, потенциальное самоубийство. Потребность в личном пространстве порождает ненависть к случайным прикосновениям или непозволенным к чужой самоуверенности в средствах передвижения. Обиды, самоанализ, очищены от абьюза, детские неврозы. Как младые грецкие орехи шелушатся под рукой, пахнут летом, собираются деревенскими мальчиками вдоль дороги. Все слишком соленое, как неудачный завтрак. Напоминает тайную вечерю, где главный предатель — это и главный свидетель, которому тепло, то есть безразлично. Я, мои сестры, Качатурян Я, мои сестры, Качатурян Маленькие запуганные девочки Нам говорят, познакомься, от тебя не убудет Надень платья, сиди ровно, веди себя скромно Производи впечатление женщины благопристойно Правило 388 Ты зеркало своих предков — главный позор народа Умирающий язык сидящих на застолье Там, на пляже, где женщины всегда одеты, а мужчины неприлично обнажены Стенают огромные черные волны Просится из груди небесного бога Ах, Аллах, рахмет васи, колайгаси, не бейте Мехди зарабатывает 50 монатов за час Задыхается от тазмы в душном авто 20 дней за проституцию в СИЗО 4 койки на 17 человек Постоянные побои и насильственные тела движения Отец, твой грех твой мигдит И грех отца твоего Гниющие плоды адемского сада Не надо, хватит, перестаньте, не бейте Маляка торжествует, танцует и собирает купюры Десятый бокал вина залпом Как и подобает на фиктивной свадьбе Последняя шлюпка в гигантском океане Зияющая дыра видна в груди ее И слышится из глубины Аллах, рахмет васи, колайгаси, не бейте В детстве самый страшный милиционер В грязной обуви ходит по залу Выбирающая жало из-за спины Повсюду кровавая месива, топор Перевернутый кухонный стол Женщина, обнимающая собственные колени Бесконечно повторяет Не бейте Боль твою унесу с собой Горечь печаль, соль морской с плеч Невозможно смыть до конца Бахар Раны тянутся вдоль земного пути Утрат Три рыбра, ключица, палец ноги Хрупкие, обретенные вновь Не бейте ради Бога Там, где всегда вода, холодная, мутная, как ракы Сердце осталось, а другое погребено Под руками мужчины, пьющего, как черт Под разделочной, определенной надвой доской Под звуком сломанных костей Аллах рахмят Не бейте Подойти и обнять каждого попеременно Бабушку, мать, сестру, подругу, неизвестную, коллегу, беспризорную, маленькую девочку, женщину, как хрупкое сокровище, как аккуратные листочки с обширом на ветру, вытягивающиеся к солнцу, как тонкие линии веревок с бельем поверх слегка мокрого асфальта, смыть все шрамы, раны, царапины, ожоги, дожевые, пылевые отверстия. Повторяйте Не бейте никого из нас Никогда, а веки веков Аминь Спасибо Ну что, держим интригу Уже совсем скоро мы узнаем имя лауреата А пока чтение финалистов завершает Даниил Задорожный Даниил Задорожный, украинский поэт и журналист Он живет во Львове и пишет на украинском и русском языках Из письма номинатора Яниса Синайка Из всех известных мне авторов молодого поколения русскоязычный поэт из Львова Даниил Задорожный, пожалуй, оказывается ближе всего к интуициям и логикам письма АТД Это касается не столько формы, сколько веры в безграничные возможности письма и языка, в его порождающую плодородную функцию Она отчетливо просматривается в этих стихах и отличает их от других, завязанных на языковой сложности новых поэтик, которые мыслят язык и письмо иссякающими А языковую катастрофу естественной средой для существования последней поэзии Здесь мы имеем дело с оптимистическим видением возможностей письма, надеждой на его антологически рискованное флонерство Даже если внутри этих текстов присутствует левая меланхолия восточноевропейского субъекта, перемещающегося в ландшафтах личной травмы, постыстории, постполитики, когда любое активное действие представляется невозможным Но этот субъект имеет много вопросов к миру и к себе самому, своим основаниям, органическим, психическим и политическим Данил Задорожник АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всем привет, вас очень много И как это бывает часто с тем, что ты хочешь сказать? Ты хочешь сказать все одновременно и у тебя может не получится сказать ничего И чтобы просто как-то раскачаться, я начну с одного небольшого абзаца из интервью Дагомощенко В котором он очень четко обозначил какие-то векторы, которые не близки, о которых я отталкиваюсь И хотя они даже не всегда просчитываются в моих сихотворениях, это то, чего в принципе я отталкиваюсь Это, собственно, цитата Если говорить грубо, то искренность – это же проблема сознания Опять-таки, это формула Жака Лакана, который перевернул психоанализ весь Есть картезианская формула, как и это аргосум Я мыслю, следовательно, существую То есть мышление и существование – это одно и то же Лакан записал эту формулу другим образом Я мыслю там, где меня нет, а я есть там, где я не мыслю То есть я постоянно расщепляюсь И вот проблема искренности Это есть проблема собирания своего «я» Но сколько может быть рефлексий в социум? Это уже личное дело каждого, кто прочитает, кто будет сидеть в зале Пускай он это проецирует в социальное Это его личное дело Понимаете, люди теряют друг друга, потому что они потеряли самих себя Конфликты обусловлены тем, что человек не знает, кто он сам по себе есть У него нет «я» Как только человек обретает сам себя, он начинает уже понимать, что другой – это уже почти то же самое, что он И он уже относится так же Для меня тут очень много чего сформулировано Та же искренность, особенно мышление и существование Можно это пододержать, хорошо? Для меня поазия – это как не замена формы мышления Но это один из способов справиться с мышлением Для меня оно происходит само по себе где-то очень глубоко И вываливается просто наружу, я как его следствие И тоже касается искренности И это другое Потому что в свете последних дней То, как я общался с людьми, так и как я знакомился с тем, что здесь происходит Все очень разное И всем очень трудно бывает понимать друг друга И мне бывает трудно понимать других И другим бывает трудно понимать меня, но Это как-то объединяет то, что мы это понимаем Ну, по крайней мере, я для себя Родина – это мышление А знание – это надежда на то, что работает Учитывая всю ограниченность знаний Как на спасение от всего, чего нет, но что, тем не менее, влияет и действует Кажется и не существует Ну, а все твои демоны – сегодняшние вратические расстройства Зависимого типа личности Последствия воспитания Требований моды Среды времени Видать, обычные когнитивные искажения Но Как и обида, так и любовь Это выбор, сводящийся к И состоящий из простых вещей И непростым вещам Одной многоликой ответственности Да или нет, достоверно И или неважно Я тоже подумал, как Влад, соединить Тексты из подборки и тексты, которые Показались мне сегодня, вчера Ближе, чем остальные Потому что Я на свои стихи часто смотрю как на некий провал того, что ты хочешь сказать То есть это лучшее, что может быть Ты попытался, но ты никогда не сможешь сделать это идеально Ты просто как бы засвидетельствовал это Несколько разных стихотворений Нескольких разных лет Рванами крыльями вымершей в двадцать первом столетии бабочки Из коллекции бывшего этномолога Входит в состав лежащего на столе передо мной уголовного дела И несколько обвуглившихся После пожара в полицейском участке страниц Одним своим отсутствием Скажет обо мне гораздо больше, чем самые чуткие Самые взвешенные слова Самых случайных свидетелей Еще раз Несколько разных стихотворений Нескольких разных лет Из которых своими признал лишь только последние несколько От остальных не открещиваюсь, но Их просто не узнаю И даже не помню Незаметно складывается в ясные Дальние скопления мыслей, туманности, размышлений Не о тебе, но о наших с тобой отношениях И это именно то, что еще совсем недавно ведь было Хотя совсем недавно ведь ничего еще не было И все еще толком ничего и не видел Приснилось, что я не сплю, зная, что сон Немножко не так Приснилось, что я не сплю, зная, что это сон Мол, сон — это истина бодрствующих Труда залог Работа безруких Что демон вернулся и быстро ушел Забрал свои тряпки и письма и кольца и свечи Делая вид, что не расслышал он звуков собственного имени Взбивчивом и неуверенном бормотании губ Этого почти что сна, мол, все становится на свои места Пространственная предметность вещей и веществ давит И тяжко горько дышат тело, воздух, потолок Пока под последним, только догадываясь как, зачем и почему Реликтовым излучением колебались ярко-желтые Неоновые названия сочинений Людвига Витгенштейна Логика-философский трактат Культура и ценности Лекция, этики, дневники, письма и о достоверности На этом заканчиваются стихи из подборки Можно прийти к более ранним Я могу даже сказать, что когда я в прошлом году, в прошлом летом был, собственно, в России Тогда начался тот период, который привел меня вообще сюда Если бы я тогда сюда случайно не приехал То мне бы здесь сейчас не было Мне очень забавно просматривать все эти какие-то параллельные вещи Это как Мандельштам любил Целан Целана переводил украинский поэт Василий Стус И эти трое являются моими любимыми поэтами Независимо от этой связи, которую я заметил гораздо позже Когда ты видишь, насколько все связаны между собой Ну, это мне впечатляет просто Потому что ты понимаешь, что и ты со всеми связан Ты в этом все включен Ты можешь это отрицать, от негатива идти Но если как-то все это перевернуть Можно увидеть, как хорошо, когда ты общаешься с людьми и их понимаешь Просто это будет очень сложно И вот я снова что-то пережил Может быть, даже понял Но вот только что Это не важно Не важно, что это Два сути разносторонних и не связанных между собой процессов Случилось то, чего еще не случилось Но случится позже Некое время спустя Я буду готов? Скажу ли я Я знал, что так оно все и будет Но ведь если я знал Почему не ушел? Раньше Или я не мог уйти Делая в тот момент все лучшее, что только мог И на что был способен И это стихи На что еще мозг способен? Так как определенный тип знаний Преимущественно обладающий мной Сообщает о невозможности изменить то О чем ты теперь знаешь Вследствие всего этого Узнав Поняв что-то Ты даже не можешь уйти Поменять что-то Это и есть Это ведь тоже часть знаний И вот человек говорит что-то И ты понимаешь, что Что бы и сколько между вами не делилось Все уже кончилось Именно здесь и сейчас За разговором За разговором в кафешка По возвращению домой Ночью с какой-то ненужной тусовки Предстоящие годы сожительства Общие дети Дела, недвижимость Прошлое, обиды и будущее Все это уже позади Вы никогда не были вместе Теперь в настоящем Вы просто делились пространством Съерошенные Скрученные существа И несчастные По одной оси координат Безгранична тонкая Поверхность языка Что происходит между строк Наших с тобой отношений Гораздо важнее, чем Все это Похоронить бы все это Под грудами мокрого снегомолчания Лавиновые снов Как под толстым слоем льда Замерзшим пламенем Прозрачным настолько Что бесконечно удивленные Археологи другого вида Спустя несколько миллионов лет Пытаясь сложить Невообразимый скелет Наших чувств Друг друга В нечто целостное Единое Исходя из найденных останков Ископаемых Наших отношений Так и не смогут понять Как эти существа Вообще могли дышать Ходить, двигаться Коммуницировать Друг с другом И что означает Это слово Любовь Столь часто повторяемое Что отбилось В ротовой полости Отчетливой Татуировкой форм Что никто Так до конца Не понял Что это Что это Приобретенный узор Очерченный пустотой Проговариваемого Невразимого Даже немыслимого Только вскользь Но взаправду И наверное Последний стих Который тоже Еще с прошлого года Вообще Мне очень нравится Эта формула Аркадия Когда он мог Свои стихи Редактировать И без каких-либо Не знаю Ограничений Это делать Его это не смущало Потому что есть Какие-то люди Которые говорят Вот ты написал стих Он закончен Он монолитен Ты не можешь его менять Но мне кажется Что все стихи Которые пишет поэт Даже если это заметки Даже если это что-то важное Они все связаны Это действительно Один большой текст И все эти стихи Они будут Как говорил Царь Похожими на тебя Мне это тоже Как-то так стало От этого легче Когда я это понял Потому что Мне кажется Мои стихи По многому похожи на меня В том что они Всегда Мне кажется С ними Они могли бы быть другими С ними как будто Чтобы что-то не так Они не закончены Что-то еще впереди Должно было быть Но ты не понял что Это как бы понимание Что ты там еще не вырос Ни как человек Ни как бы полностью То есть Жизнь как бы начинается Со средины Но это средина А не окончание Если случайность Не варила твою жизнь Но это уже не от нас зависит Просто После первой встречи С тобой Приснилось Что меня Цепившись тенью В пасти В тень моей ноги Догнала и искусала собака После второй Приснился Автостоп Никуда В какой-то город В котором Если не друзья То по крайней мере Сохраняется Возможность вписки Сразу же После травмной Речи На погребении Моей бывшей Это странный сон Но Там во сне Очнувшись в гробу Ничуть не удивилась Она показывала мне Содранные ранки На локте Левые руки Мол Подуй Подыши на меня И боль остановится Наши с тобой отношения Складываются Из вещей О которых Молчим Друг другу Умалчиваясь От ответов Как от ласточек Никогда После не летавших Так низко Над землей Подрезая Острыми крыльями Под коленные Сухожилия Мы закрываемся Мол Лень Не хочу об этом Думать Слишком больно Или даже не знаю Поговорим об этом Как-то позже А потом Оставшись наедине С собой Каждый Громко Если это про себя Но ежели вслух То молча Перебирает то Чего он не сказал А также то О чем бы он Никогда не сказал Другому Что вырастет Из незнаний Предположений И даже догадок В мире В котором люди Не зная Что значит Быть человеком Мыслят о Боге Так же Как и о других Людях Как о другом Человеке Так как Не могут Иначе Ведь именно так Сотними тысяч Лет жизни В одной из стаи До 150 друзей На фейсбуке Мозг Программировал И вот Ты говоришь Мне Кактус Я понимаю Что ты имеешь ввиду Я думаю Что это сработает Но лишь во множественном Числе И я рад Что мы оба Сохраняем для самих себя Не столь надежду Сколько дистанцию То есть Возможность Вероятности Выжить Хотя бы так Хотя бы в такой форме Острых Многолетних И неприхотливых растений Когда нам все еще По-настоящему Твердо казалось Что мы с тобой оба Если не навсегда То будем вместе Сыпившись Нейронами Спасибо Спасибо И мы переходим К церемонии Вручения И я приглашаю Открыть Эту церемонию Зинаида Другомощенко Председательница Попечительского совета Зина Уже все сказано было Что мне сказать Я хочу поблагодарить Девочек Мальчиков Я не знаю Всех Кто В этом году Приложил все усилия Чтобы это премьер было Это Галя Не буду перечислять Ладно Галя у нас самый По-моему Большой человек Благодаря Гале Ее упорству Ее энергии Я думаю Что Все это случилось И благодаря И благодаря Ленина энергии Которая Нас всех Доводит Да Благодаря Стасе И Никите Которые Ввязались В эту авантюру Да Но ты у нас Все равно Считай Тебя главным Нет Не согласны Наоборот Конечно Мы не согласны Просто То что было Зимой Не буду уточнять Что там было Зимой Совсем Распалось Все Все перессорились Ну слава богу Все помирились И не будем Вдаваться В подробности Ну просто Хочу поздравить Во-первых Благодарю Всех Кто пришел Потому что Очень По-моему Достаточно Больше бы не Поместилось Так Что от меня Ладно Церемонию Церемонию Считаю Открытой Будем Награждать Спасибо Спасибо Маленькие Продолжаем Сказать 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 Несколько Коротких Реплик О наших Финалистов То есть Буквально Развернутые Речи Жюри Вы слышали Вчера А сейчас Такие Ёмкие Формулировки И Сергей Муштатов Львов Поэт Художник Издатель Расскажет Про Влада Гагина Мы знаем Сопротивление Существует Мы Мигрируем В другой Лес Лес Преверистых Связей Растянутого До Горизонта Эти Фрагменты Многие Другие Они Вырваны Из контекста Но в то же время Стратегия Которая Мне показалось Использует Влад Она Каким-то Образом Вырывает Нас В том числе Из Контекста Сугубости И тотального Гипноза И Используя Казалось бы Очевидные Простые вещи Похоже На брожение Метание Почему-то Мне напоминает Историю Про героя Который Ищет Кто Не знает Что Идет Затем Не знает Зачем Тем не менее Это Осознанный Поступок Во время Которого Происходят Бесконечные Переходы С уровня На уровень С пласта На пласт И В его Случае Как мне показалось Расфокус Это тоже Форма доверия То есть Примененным Образом Не сгущая Свооззрение Лазером На какие-то Дельные Пегменты Хотя это тоже Удается Очень часто Так или иначе Он Показывает Что все Есть во всем Это очень Коротко Я видел Многое другое Но я Благодарен Ему И всем Мне казалось Это очень Интересно Спасибо Можно так Сказать Философ Теоретик Исследователь Современного Искусства Борис Клюшников Расскажет Чем Ему Запомнились И показались Интересными Тексты Гам Джабара Здравствуйте Еще раз Спасибо За приглашение На премию Я с большим удовольствием Слушал Всех выступающих Из лонг-листа И из шорт-листа Для меня Это очень Волнительный И насыщенный И очень тяжелый Опыт К тому же Тяжелые дни У нас действительно Были Такие насыщенные Дискуссии И Вот мой Интерес к поэзии Вот этот Внезапный Который я здесь Все время Пытаюсь Воссоздать Он тоже Связан с моими Личными Какими-то Переломами И То, что Я хочу сказать О поэзии Джабару Неразрывно Связанной С моей Оптикой Какой-то Надломанной И Измененной Вот Она сейчас Присутствует В таком Измененном Виде И Недавно Я Перечитывал Адорна И Культурную Индустрию Которая Вышла Отдельной Книжечкой И Там Адорна Говорит О Невозможности Смеха И Критикует Всячески Критикует Ироническую Позицию Он Критикует Вообще Развлечения Культуру Массовую Культуру За то, что Она Приучает Нас В каком-то Смысле Смеяться И Там Есть такая Праза Что Смехачи Пародируют Само Человечество И Когда Адорна Это Говорит Он Занимает Какую-то Невозможную Позицию То есть Все, что Мы Можем Сделать Сейчас С Адорна Становится Киндомемом Почему Адорна Становится Мемом Потому что Мы Находимся В такой Культуре Которая Все Уже Засмеяло И Мне кажется Что Вот эта Логика Социальных Сетей Она Продолжает То, что Адорна Описывает В культурной Индустрии И Мне Показалось Важным Что Я замечаю Что Ироническая Иногда Циническая Может быть Даже Токсическая Позиция Становится Каким-то Социальных Сетях В этих Дискуссиях И Когда Мы Говорим О Некоторой Серьезности Когда Мы Говорим О Определенной Мрачности Без Какого-то Остранения Нам Кажется Это Тоже Своего рода Невозможной Позицией И Мне Кажется Что В Текстах Джабаровой Есть Вот Эта Серьезность И Возможность Столкнуться Со Страшными Вещами С Миром Действительно Насилия С Миром Который Как бы Конструирует Вот Эту Незакрытость Травмы Которая В определенный Момент Кажется Практически Невозможной Мы Не знаем Как На это Реагировать Как С Этим Как Это Можно Читать Потому Что Читаем Это Точно Также В логике Соцсетей То есть Мы Видим Это В Тех Же Лентах И Соответственно Вот Эта Невозможная Позиция Это Первое Что Меня Привлекает Второе О чем Я Хотел Отметить Что Так Как Действительно Я Связан Современным Искусством Для Современного Искусства Как Для Такого Глобального Языка Глобального Финансового Капитализма Главной Темой 2000-х Годов 2010-х Годов Является Конструирование Определенного Нового Субъекта И Субъект В данном Случае Понимается Как Нечто Трансцендирующее То есть Превосходящее Современное Положение И Конструирующий Определенную Воображаемую Позицию Или Как Теоретики Это называют Фикциональную Позицию В которых Современные Какие-то Перегородки Между национальными Государствами Между языками Между визуальными Канонами Оказываются Преодолены То есть Субъект Конструируется Как бы Из будущего Где мир Преодолен Где вот эти Ограничения Капитализма Преодолены И это Будущее Возвращается К нам В настоящее То есть Мы смотрим Из этого Преодоленного Будущего На Наши Какие-то Конфликты Как На Некоторого Рода Снятые Конфликты И Это Мы можем Видеть Очень важно В ливанской Волне Например У художников Например У Атлас Групп Валидра Вот это Субъект Который Находится Уже В другой Культуре Из этой Другой Культуры Где языки Смешаны Где границы Смешаны Он возвращается Назад Как бы И смотрит И Мне кажется Что Если Вот мы Опять же Слышали Выступление Мне кажется Что Все поэты Как Вчера Было Сказано На дебатах Я считаю Что это Ценная Мысль Все поэты Действительно Конструируют Определенного Рода Субъектность Здесь Появляется Какая-то Новая Страсть Конструирования Субъекта Но Вот Опять же Слушая Скажем Влада Гагина Мне кажется Что это Капиталистический Реалистический Субъект Ссылками на Фишера Он Действительно Влад Гагин Блестяще Показывает То Что Есть То То В том числе Марк Фишер В своих Текстах Но У Гагины Жабаровой Существует Нечто Другое А именно Вот это Превосхождение В субъекте Что Ее конфликт Который Она Описывает Тот Способ Каким Она Описывает Собещая Разную Европейскую Неевропейскую Традицию Разные Языки Разные Лингвистические Системы И Работа С вот Этой Телесностью С Без попытки Отстраниться От этого Что кажется Невозможным Потому что Мы привыкли Что насилие Нас выкидывает Куда-то Куда-то Всегда Выкидывает Мы не можем Его просто Вот так Вот взять А здесь Мало того Что оно Просто Берется Оно Еще и Повторяется И Обратите Внимание В ритме Текстов Оно Все время Возвращается Вот этот Как будто бы Запускается Какой-то Телевизор С хроникой Криминальной И он Постоянно Раз Раз И он Повторяется И это Некоторое Настаивание Настаивание От которого Хотелось бы Отмахнуться Да То есть Ты не можешь Долго смотреть Этот телевизор Да Ты хочешь Как-то Уйти от этого Но вот Это настаивание Возвращается Еще и в поэзии И оно Становится Вот В определенной В определенных Системах Какой-то Орнаментикой Повседневности Да Тоже Которая Берется Из Мусульманской Культуры Да Что это Орнамент Это орнамент Связанный С травмой Связанный С насилием И Если учесть Вот это Состояние Мое В том числе Состояние Что я хочу Быть серьезным Я хочу Как бы Перестать Смеяться В конце Которую Перестать Шутить Сколько Можно Что Как бы Перестать Что-то Вот В этой Отчужденной Манере Все время Производить Да Но Когда ты Это заявляешь Люди Сразу смеются То есть Невозможно Это заявить Невозможно Сказать Я сейчас буду Говорить Абсолютно Серьезно Потому что Это уже Это невозможная Позиция И Именно это Меня Привлекло В Подобного Рода Поэзии Поэзии Канжавары Спасибо Спасибо Была действительно Очень горячая И серьезная Речь Теперь Я приглашаю Екатерину Захарки Которая Расскажет О стихах Доимена Задорожного Добрый вечер Я Немножко Заранее Записала Свою Небольшую Реплику И сейчас Я воспроизведу Высказывание Даже если оно Редуцировано До одного Слова Можно понимать В качестве Места пересечения Текстовых Планов Как диалог Различных Видов Письма Самого Поэта Адресата И письма Образованного Нынешним И предшествующим Культурным Контекстом Контекст В котором Производится Высказывание Даниила Задорожного По-своему Уникален Это Политическая И языковая Граница Мы говорим О политическом И языковом Всегда в связке Это Неразделимые Понятия Например В данном Случае Русский язык Мог бы выступить Языком Агрессором А украинский Языком Матерью Языком Домом Языком Молчанием Однако Задорожный В своем письме Снимает Эту Лежащую На поверхности Оппозицию Он Показывает Возможность Какого-то Другого Русского Языка Как языка Мира Безвинного Открытого И доверительного Это Обредельно Утопический Проект У него Нет И не может Быть Конечной Цели Так как Язык мира Это Не продукт А случай Который Может Произойти И быть Принят Без Каких-то В это Нибуло Специальных Условий Этот Случай Еще и Обещание Подлинной Солидарности Цитата Покидая Одну Страну Пересекая Границу Выезжая Въезжая В другую Переходя С языка На Мову Я Остаюсь Все тем же Разрывом В своем Собственном Понимании Но не В сознании Который Делает Меня Человеком Спрашивающим И Человеком Пишущим Поэт Данила Задорожный Задает Много Вопросов К сомнению Он призывает И нас Читателей В шаткой И непостоянной Реальности Поэт указывает На линии Ее Скользания Отображенные В ментальном Пространстве Цитата Огни Существуют Дети Все еще Им верят Возможно Поэтам Задорожный Много Пишет О том Чего Нет Но Что Тем не Менее Действует Такой Активной Негативности Поэт Нем Своим Еще Остается Пространство В котором Ты Пожалуйста Спасибо Спасибо Это была Екатерина Захарки Поэтесса Исследовательница Современной Литературы И лингвистка Сейчас я приглашаю Сюда Председательницу Жюри 2019 В 2019 Году И я надеюсь И дальше Анну Глазову Для объявления Лауреата И тоже Какой-то речь Здравствуйте В общем Прежде Это такое Конечно Уже сейчас Совсем Все Нетерпения Ждут Имени Лауреата Но Прежде Чем Его Произнести Я хочу Сначала Сказать Во-первых Что Этот Код Был Очень Продуктивным Как мне Кажется Это был Очень Интересный Уникальный Лонг-лист И Собственно Об этом Мы уже Неоднократно Говорили Что Такое Количество Открытости Было Именно Тем Чего Мы хотели Тостичь То есть У открытости Конечно Нет границ И всегда Есть Куда Двигаться Но Вот Попавшие В Лонг-лист Подборки В них Очень Большое Разнообразие Поэтик В том числе Разнообразие Также Перспектив Из которых Оно написано То есть В том числе Было Важно В этом году Включить Чтобы В лонг-лист Попали Женские Голоса И В том числе Голоса Феминистские И Это Действительно Произошло Также В лонг-лист Вошло Вошли Что Нам было Важно Поэты Не только Из Центральных Городов России Не только Из Москвы Петербурга Но и Из разных Других мест Где пишут По-русски В том числе Вот большой Очень неожиданностью Лично для меня Было то, что Совсем Неизвестный В России Поэт Данил Задорожный Оказался Привиком В шортфизе И Это было Тоже Очень интересное Для меня Открытие Совсем Такая Уже Развитая Поэтика Человека О существовании Которого Ты Не знаешь Будучи Одним из Представителей Так называемого Экспертного Сообщества Вот И В этом Смысле С одной Стороны Хочется Что-то Подчеркнуть И это наверняка Подчеркнуть Как бы Даже если Я этого не сделаю Это будет Сделано Другими Из тех Кто Будет обсуждать Наши Результаты Понятно Что Политическая Составляющая Стихов Тоже Играла Роль В том Что попало В Логлист Не потому Что это было Каким-то Нашим Намерением А потому Что Так сейчас Устроено Литературное Поле Вот И Тут Мне Хотелось Отметить Что Тем не Менее Все Поэты Вошедшие В шорт Лист В первую Очередь Для нас Важны Как именно Независимые Поэтические Голоса А не Как Политические Программы Скажем так И Интересно Тоже Поэтому я буду Говорить О разнице Поэтик И хочу Подчеркнуть Их Тоже В Моем Вступительном Слове В заключительном Слове Скорее Об этих Трех Поэтах У Влада Гагина Как Уже Он был Отмеченный Номинатором И Многими Из тех Кто Говорил О нем Сегодня У него Субъект Очень Рефлексивно Относится К языку То есть Это язык Рефлексии И В этом Языке Мы Следуем Замышлениям И все Понятия Которые Входят В конструкцию Этого Языка Они Его Помещают И Они Структурируют Этот Язык Так Что Понятийное Неразрывно Связано С Поэтическим То есть Это Вот такая Философская Скажем так Поэзия В том Смысле В котором Поэзия Помогает Понятиям Нарабатываться Вот И поэтому В них Очень часто Происходит Перенасыщение И Перенасыщение Понятия До такой степени Что оно Начинает Показывать Своё собственное Дно Которое При помощи Поэзии Потом Можно Раскрыть И Раскрыть В понятийной Рамке Новый Потенциал Вот Вот это Тоже мы Обсуждали Отмечали Это на наших Дебатах И вчера И сегодня У Яганы Джапаровой Основная Тема Которая Обсуждалась Сегодня На закрытых Дебатах И Которая Присутствует И В письме Номинатора И В том Видеообращении Которое Лида Юсупова Записала Для нас Подчеркивается То Что Поэтическая Поэзия Яганы Джапаровой Это Осмысление Ну То есть Даже Не столько Наоборот Осмысление А Передача Телесного Опыта Опыта Говорения О боли Говорения О насилии Которое Действует Вот этой Своей Непосредственной Силой Эмпатической Которое Очень трудно Противостоять И Поэтому Оно Захватывает Да И Вот Это Захватывание Своим В себя Читателя Оно Воспринимается Как такая Огромная Сила Которая Как мне Кажется Иногда Некоторых Читателей Сбивает С Другого Плана Этих Стихов Который Видно Не как раз Не в первом Прочтении Наверное Не в первом Слушании А в более Внимательном Прочтении Этих Стихов Потому что Они Действительно Технически Еще Очень Интересно Выполнены То есть Это Замечательный Сплав Разных Языков Который Превращается И вот Еганов Вчера На Дискуссии На Кругом Столе Назвала Это Собещение Языков Ковром То есть Это Такое А ковер И Текст Текст Это Текст Это Ткань То Что Ткнется Оно Состоит Из Языковых Вещей Из Разных Языков Из Слов Из Разных Языков Которые Сплетаются В одно Целое И Почему Это Важно Почему Это Не Просто Орнамент И Почему Это Воспринимается Как Действительно Авторский Язык А Не Ну Там Какое-то Оригинальное Читирование После Того Как Я Поговорила С Яганой Мне Стало Это Понятнее Почему У меня Было Такое Впечатление От Текста Почему Оно Работает Гармонично Потому Что Как Она Объяснила В Е Детстве Собственно Она Так И Воспринимала Язык Это Был Не Один Родной Язык А Вот Все Эти Языки Вместе Русский Турецкий То Как Она Сказала Что Сидишь Твоя Мама Сидит В Баку И Смотрит По Телевизору Турецкий Сериал Потом Ты Выходишь И Говоришь Со Своими Школьными Друзьями По Русски Вот То То Отсюда Берется Вот Это Интересное Раздвижение Русского Языка Который Децентрализируя Его Делать Его Богатым То Вот Это Мне Было Очень Важно Подшеркнуть И Собственно Это Можно Сказать О Языке Даниила Запорожного Задорожного Извините У Меня Просто Родственники Фамилии Задорожный Живут Запорожный Вот Даниил Действительно Видна И он Собственно Сам Это Не скрывает Что Для него Очень Важно Чтение Аркадия Дагомошенко И Спасибо Ему За То Что Он Прочитал Вначале Нашего Наших Мероприятий Стихотворения Дагомошенко Вместо Своего Все Конечно Ждали Послушать Этого Неизвестно Откуда Взявшегося Молодого Поэта С Украины А тут Он приезжает Начинает Читать Дагомошенко И Интрига Интрига Но И действительно Оно Влияние Дагомошенко Существует И на тематическом Уровне Но И на Более Глубоком На Уровне Отношения Скажем так Философии Языка Как Назвал Это Янис Синайков В своем Номинаторском Письме Оптимизм Языковой Оптимизм Что Ты начинаешь Говорить И Даже Если Ты Не Полностью Уверен В том Что Ты Скажешь Все Именно Так Как Ты Хочешь Сказать И Что Вообще Ты Выросишь Какую-то Часть Того Что Тебе Хочется Что Тебя Толкает Это Желание Сказать Тем Не Менее Ты Как Берешь В То Что Да Что 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 Бо Было Сказано Это Будет Именно Тем Что Должно Случиться И Вот Это Была Замечательная Тоже Черта Аркадия То Что Он Вот Так Относился К Языку Как К Лероме Как К Такой Полноте Из Которой Неважно Откуда Начинать Говорить То Ты Начинаешь Говорить И Оно Идет И Знаешь Что Само Это Движение Уже Уже Зачитывается Вот Вот Беком Слезы Такие Мудрии И Даже Порожье Да Вот И Тоже Очень Приятно То Что То Что Я сейчас Скажу То Что Наш Лауреат Сегодняшний Как и Аркадий Родился В Украине И Нам Приятно То Что Таким Образом Мы Можем Тоже Отметить Ту Сторону Поэзии Доргомощника Которая Не так Часто Обсуждается То Что Это Действительно Язык Не Московский Не Питерский Язык Децентрализованный Который Не Относится Тоже Нельзя Сказать Что Это Только Язык Человека Из Винницы То Есть Это Такой Язык Который Вбирает В себя Как Региональную Принадлежность Вместе Со Всеми Отсылками К Природе К Природе Винницы Которые Существуют Поэзия Дорогомощника Так Также И Открыты Ко Всем Тем Контекстам Ко Всем Тем Чтениям И Языкам Которые Накладываются На Вот Этот Самый Нижний Слой Знания Языка Вот Таким Образум Бауреат Премия Дорогомощника 2019 Это Даниил Задорожный Я приглашаю сюда Александра Скидана И Даниила Задорожного Для вручения Премии Устанавливаюсь Ну я думаю Что Правильное решение И близкое к Аркадию Близкое к Аркадию Хотя Мне все Сегодня Прозвучавшие Стихи Понравились И Некоторые Ранили Даже И Уходил В какие-то Области Своих Снов Это признак Хорошей поэзии Я думаю Что это Очень Правильное решение Даниил По-моему Очень сильный поэт Интересный И С какой-то Рукой На руке Аркадия Это Очень Странная И важная Связь Такая Которая Через Пространство И территории Связывает Разные Языки Вот Какой-то акцент Конечно же Вы услышали В этих стихах Они Вроде бы Как Русские По-русски Написаны Но в то же время У них есть Что-то Что Сминает Русскую Изюму И это Интересно Это То, что Делает Поэзию Я должен Сделать Еще Не Очень Торжественную Вещь Все-таки Апропор Сказать Почему Я Вышел Из жюри Было бы Нечестно Об этом Не сказать Нет Для меня Разорван Контракт С политическим Сообществом Но Это не значит Что Я перестал Любить Поэзию И Поэтов Я люблю Поэтов Я люблю Даниила Я люблю Конечно же Аркадия Заркомощенко Если бы Не эта Любовь Я бы Конечно Сюда Не вышел Вот Но Поэтического Сообщества Как проекта Коллективного Который Для меня Был горизонтом Того Что я делал С 14-го Года Не существует Я внутренне От него Ушел Если Премия Сможет Пересобрать Этот проект Если у Премии Возникнет Горизонт Коллективного Тела Профессионального Я буду Только это Приветствовать И я Сделаю Все Что В моих силах Чтобы этому Способствовать Именно Потому что Я люблю Поэзию Поэтов Вот Но В теперешнем Виде Сообщества Для меня Не существует Я должен был Это сделать Зина Извини Если ты не понимаешь То ты можешь Со мной Потом поговорить Да нет Просто люди сидят Сужие Ты говоришь Какое дело Поэзии Раньше Было А сейчас Другое Нет Это просто важная Вещь Потому что Это касается Профессиональных Вещей Я договорю А потом А потом А потом Ты можешь Сказать Вот Я Поэтому Остаюсь В победительском Совете Чтобы Помогать Тем Что я Умею И Могу Премии Если она Будет собирать Это Сообщество Так Как Это возможно Сегодня Это большая Проблема Я очень рад Что Жюри Приняло Такое решение Сегодня Оно для меня Неожиданно Я ничего не знаю Про Кухню Механизм Даниил Мне кажется Абсолютно Заслужившим Эту премию И Я очень Благодарен Можем Приехал Из Украины В Россию Вы знаете Что это Это не просто Для многих Художников Поэтов Вообще Украинских Приехать В Россию В страну В которой Воюет С твоей страной Это очень Большая Словность Очень многие Отказывались В разных Ситуациях В течении Этих Пяти Шести Лет Последних Мои близкие Друзья Которых Я звал На какие-то Мероприятия Они отказывались Потому что Для них Россия Страна Агрессор И Это очень Болезненно Очень Сложно Границы Раны Прошли Швы Через Просто Сердца И Отношения То Что Сергей Муршатов Как Член Жюри И Даниил Номинированный И Вошедший В шорт-лист Нашли В себе Какие-то Силы Посмотреть На это Как-то С какой-то Метапозиции Или Не знаю С какой-то Другой Позиции Я просто Хочу Снять Шляпу Перед ними Поклониться Очень глубоко Потому что Я это Воспринимаю Как Какой-то Очень Очень Сильный Жест Которому Мы должны Тоже Что-то Что-то Придумать Потому что Эта ситуация Проходит Через Кровь И раны Это Очень 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 Больно Об этом Говорить Поэтому Даниил Закругляйся А я добавлю Можно Сегодня В Венеции Кстати В Венеции Украина В Венеции Гребенщиков В центре Венеции Под башней Поет Бесплатно Пойдемте На концерт Сегодня Тоже Поем Здесь Бесплатно Потому что У нас есть Материальное Содержание Премии Которая С этого Года Наш Премиальный Фонд Обеспечивает Центр Вознесенского За что Отдельное Спасибо Центру Вознесенского И его Куратору Литературных Программ Члену Попечительского Совета Финалисту Премии В 2017 Году Илье Данишевскому Это хорошая Новость И Титла Хорошая Кода Вот Даниил Мы переходим К самой Торжественной Голов Часть Своей Трениров Даниил А также Книжки От нашего Партнера Магазина Порядок Слов Магазина 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 Можно что-то сказать? Спасибо Естественно Нет Есть просто еще Одна вещь Которую Микрофон И то правда Вообще Да Хотелось бы Сказать спасибо За Просто За бесценный Опыт В плане Пребывания Бывание в другой среде, где другие люди, хотя вообще все другие, у меня соседи по местным ценам, вообще другие очень. Но мне кажется, будет очень интересным и правильным, ввиду в свете даже не событий вот этих общих, хотя они тоже есть, но просто на них так часто заостряют внимание, что с этим бывает сложно просто. Но в свете последних, которых я застал, будучи даже последние пару часов на одном событии, и ознакомиться, общаясь здесь с новыми людьми, но я думаю, сказать об этом будет лучше, когда закончится награждение остальных шерст-лисеров. Еще одна небольшая инфрика. Спасибо. Я приглашаю сюда Игану Джабарову. В 16-м году, по-моему, да, когда еще я был в жюри, Игана была уже очень, очень внимательно обнаружена в том клисте, потому что это было что-то, что побивалось из всего остального. Это сильно такая резкая, резкая, сэмплированная из разных языков речь, которая, ну, попадает в какую-то очень болевую точку. Вот. Я очень рад, я вообще, в принципе, рад, когда люди не бросают поэзию, когда они не уходят во что-то другое, там, настаивают на своем, продолжают, потому что, вообще-то, там, на дебатах в том году произвучала очень резкая критика. Иганы со стороны Дмитрия Кузьмина, например, кто-то просто отказал, там, этой поэзии в какой-то значимости. Вот. Тем не менее, люди с учетом этой критики не опускают руки, не бросают поэзию и движутся так, как им кажется важным. И мне кажется, что, там, вот, знаете, прошедшие два года, это просто очень-очень сильное движение какое-то. Я сегодня слушал совершенно замороженно и просто даже не готов в некотором смысле это комментировать, потому что еще эти тексты твои, Игана, они еще как-то во мне живут. Вот. Ну, как бы, это, это знак того, что эта поэзия, она останется и с нами прибудет. Я хочу тебя поздравить после еще нести. Честно говоря, я не знаю, что сказать. Дело в том, что, действительно, вы знаете, прежде чем вы пришли сюда, у нас была такая дискуссия, друще стоила того, обществового всего. И это была такая дискуссия, которая решала всех слов. Она оставляла тебя не мы, абсолютно. И мне кажется, что вообще в этом смысле премия в этом году, она была удивительна именно своими панельными дискуссиями, этими вещами, которые разворачивались вокруг и среди всех нас. И за это я признательна, и за это я говорю большое спасибо. И я, правда, очень, очень рада быть частью всего этого как целого. И надеюсь, что с премией все будет хорошо. Потому что искренне прижать свою судьбу. Спасибо вам всем еще раз. Большое. Влада Гагина мы приглашаем для вручения премии. Поэзия Влада Гагина была, как ни странно, прокомментирована наиболее подробно сегодня. Поэтому я буду короток. Мне кажется, что это очень точное попадание в нашу повседневную субъективность, в повседневные переживания перемещений, встреч, невстреч, каких-то состояний. Эта поэзия ухватывает алгоритм какого-то межуумочного общения, которое через философию пытается как будто бы компенсировать какую-то телесную, эмоциональную нехватку. концепты вроде как встраиваются в какие-то ниши, такие коридоры коммуникации и тем самым позволяют нам делать вид, что мы друг друга видим. То есть там глубокая очень драма в этой поэзии заключается в том, что это видимость, концепт видимости того, что на самом деле нас разрушает. Это очень тонкий ход, где философия используется как подземный такой динамит, чтобы за ее видимостью показать на самом деле, что мы расчленены, мы абсолютно несостоятельны. И эмоциональная жизнь разрушена абсолютно. Это такая меланхолия, которая себя так упаковывает в такой ритм рэперский, такой очень как бы узнаваемый, покупаемый как бы. На самом деле в ней торчат иголки. Я думаю, что Влад серьезный поэт, и я всегда знал, что это серьезный поэт, всегда знал, что у него есть иголки, и всегда знал, что у него есть такой философский бэкграунд, который позволяет ему выстраивать эти амфилады фальши, на которые мы покупаемся, с тем, чтобы показать на самом деле, что за всем этим в глубине стоят какие-то фигуры ужасов. Это достойная работа для поэта. Я тоже бы очень хотел поблагодарить всех участников и участниц и кураторов, которые приложили множество усилий, чтобы все снова заработало, сломавшись. Мне кажется, очень здорово, что это происходит. Спасибо всем. Теперь снова Данил Задорожный. Да, тут вот эта маленькая интрига. Я заметил, что для премии очень важно иметь определенную позицию. То есть, опять-таки, мы говорим о поэзии, но есть этика. И вот для Витгенштейна для него очень важна была даже этика. На этом много построено его определенных в каких-то местах философских, лекция об атике тоже. Даже в своих обычных темниках, разговорах он об этом часто говорит. О философии, философии, но важно быть с другими человеком. Я заметил, что премии, ну, как заметил, слышал, были кризисы, были проблемы, до сих пор, может быть, являются. Это очень острые вопросы. И иногда бывают возможности сгладить эти вопросы просто каким-то другим хорошим действием. И, в принципе, все начало, как всегда, начинается с середины. И началось с того, что ко мне вчера вечером подошел Влад и предложил очень интересную идею. На самом деле, все началось с того, что на дебатах Сергеем Уштатов поделился опытом польских поэтов и премиальных процессов. И там был эпизод, когда люди разделили премиальный поэнд. И я подумал, что забавно, ну, типа, просто подумать об этом. Какой-то прикол такой интересный. Вот. И мы стали с Иганой об этом говорить. И потом подошли к китанию. И все так вдруг воодушевились, согласились, что это круто. И я понял, что это какая-то мелочь вроде. Но за этим жестом почувствовал какую-то приятную для меня символическую силу. Мне сразу стало легко, как-то... вот, стало легче. Да, наверное, нужно тоже что-то сказать. Просто, мне кажется, мы все время говорим о том, что время-бригомощенник – это другая история, да? Это какая-то история не про типичную иерархию и не про типичную структуру. И в этом смысле, конечно, формирование шерст-листа – всегда очень, ну, в какой-то степени драматичный момент, потому что у всех свой шерст-лист, и они редко встречаются друг с другом. И поэтому в связи со всем этим показалось совершенно логичным испавиться от иерархии и выстроить ее, сделать какие-то совершенно другие отношения между единицами, не в виде пирамиды, а в виде единого ряда, как мы стоим сейчас. И мне кажется, это логично. Я так понимаю, что в этом году у нас ситуация такая. У нас получается три финалиста. У нас и так три финалиста. И у всех, действительно, наш премиальный фонд – это 70 тысяч рублей вручается лауреату и по 15-двум финалистам. Я так понимаю, что на символическом уровне решение жюри все-таки остается в силе, отменить мы его не можем. Данил Задорожный все-таки остается лауреатом премии, но премиальный фонд все финалисты между собой разделяют и получают по 30 тысяч с копееками. И это классно, на самом деле, жест. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Я скажу... Мне кажется, все уже хотят отметить это. Я расскажу несколько слов благодарности нашим партнерам. Это, в первую очередь, Центр Вознесенского, который берет под свое попечительство премию с 2020 года и лично куратор литературных программ Центра Вознесенского Илья Данишевский. Это книжный магазин «Порядок слов», который ныне не является нашим спонсором, но продолжает быть нашим партнером, поддерживать нас. В частности, подарки финалистам, замечательные книги, которые они смогут прочесть, и площадки «Порядка слов». И, конечно же, фестиваль «Ревизия», который тоже делается в том числе «Порядком слов» и очень сильно поддержал нас в этом году. В общем, спасибо «Порядку слов» и лично Константину Шабловскому. Это Кольта.ру. Это Смольный факультет свободных искусств и наук СПБГУ. И это Европейский университет в Санкт-Петербурге. И лично спасибо Артемию Могуну, который тоже поддержал нас и всегда поддерживает. Мы уже не первый раз включаем премию на площадке Европейского университета. Я хочу сказать спасибо всей коллегии номинаторов, которые в этом году читали и отбирали не только тексты поэтов, которых они уже знают, но также и прочитали очень большое количество подборок, отобранных экспертами премии. В частности, Никита Сюнгатов, который «Топенкол» придумал. И некоторые даже выдвинули по два автора или авторки. Я хочу сказать большое спасибо членам жюри и Анне Глазовой, Екатерине Захарки, Кузьме Коблову, Сергею Муштатову, Борису Клюшникову, Илье Кукулину, который сегодня, несмотря на неотложенные дела и процессы, кратко приезжал для участия в закрытом совещании, но, к сожалению, не смог попасть на эту церемонию. Я хочу сказать спасибо кураторской команде и, в первую очередь, Елене Костылевой, которая все-таки вдохновила меня, когда я уже думала, что все, мы бы потеряли материального нашего гаранта, сообщество, действительно, претерпела коллапс, уже ничего не будет. И это на самом деле такой жест, который привел к тому всему, что мы сегодня видели. И большое спасибо Станиславе Могилевой, которая, в общем, такая, как титан, мне кажется, этой премии. Всю ее невидимую подводную часть, которая в других премиях, может быть, институциях не артикулируется, несет на себе. И вот мы тоже тут сидим, потому что вот есть Станислава Могилева. И Никите Сунгатову, который на самом деле был соавтором идеи этой премии, мы ее придумали в 2014 году, летом просто болтая на даче. И который как-то получилось так, что он не был ее куратором, был в какой-то момент даже финалистом, но в этом году пришел в кураторскую команду и придумал очень крутую идею с опен-колом и движением премии в сторону открытости. И не было бы этого опен-кола, то не было бы у нас сейчас лауреата такого с опен-кола, даниилу, с удовольствием. Я хочу пригласить сюда, может быть, Стасю, Лену и Никиту, чтобы тоже сказали несколько слов. Мне кажется, Галя, что ты сказала все, что я хотела бы сказать. Я повторю другими словами своими. Я так привыкла и обжилась в своем координаторском блогове, что, мне кажется, так и не осознала себя куратором в этом году. Но в этом моем логове для меня самое большое впечатление произвела скорость и интенсивность, с которой мы в этом сезоне над премией работали. И я думаю, что это, конечно, не только кураторская команда, это и жюри, это и номинаторы, это и тот вот жест, который вы сейчас ребята-финалисты, произвели. Спасибо вам большое. Распоздравляю всех вообще с тем, что состоялся ура, пятый сезон премии Аркадия Другомощенко. Да, спасибо большое. Это действительно была часть авантюры в этом году. И когда мы начинали, было непонятно, куда мы приплывем, поскольку не всех частей корабля доставало. И то, что все прошлое, что вот эти три дня происходят именно так, и это я все эти три дня испытываю огромную радость и испытываю также огромную благодарность всем членам жюри жюри дебаты, за какую-то тактичность правильную в этих дебатах, за какую-то новую интонацию, которую мы слышим в премии в этом году, и всех номинаторов, и финалистов, за то решение, которое я много лет участвую в премии в разных качествах, и слежу за ней. Всегда была эта идея, но я думаю, почему никто так ее не реализовал, поскольку это вроде бы лежит на поверхности. Мне кажется, это очень хорошая какая-то кода. Спасибо всем. Мне кажется, я верю в то, что какие-то контуры того коллапсировавшего, распавшего сообщества, о котором говорил Александр, они начинают прочерчиваться. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. Спасибо. И, наконец, спасибо тем, кто приходит на наше мероприятие. Спасибо вам. Спасибо читателям поэзии. Спасибо пишущим поэзию. Это немаловажно. Без вас тоже ничего бы не было. Без каждого из вас. И сказать я хочу совсем короткую формулу. Видимо, все-таки те изменения, которые происходят с премией, а мы их видим, их, в общем-то, нагромождение целое. Вот в первую очередь, конечно, дискуссия, которая случилась сегодня, у которой, я надеюсь, будут какие-то последствия ощутимые вообще, в принципе, для всего сообщества. Ну, или, по крайней мере, с чего-то мы начнем. Что, видимо, все-таки меняется общество, а не только сообщество. Давайте ставить задачи как бы шире. Вот. И что мы, может быть, действительно настроившись на какую-то чувствительность, мы эти изменения сегодня подытожили, как-то увидели, будем еще про это писать и говорить. И что, значит, то, что происходит с премией, это знак того, что происходит с обществом в целом, это такой оптимизм. и главное еще, что наша работа состояла в том, чтобы с этими изменениями совпасть, чтобы такую громоздкую вещь, как премию, взять и привести к какому-то, ну, как бы, настоящему ее виду. Вот такой, как бы, от микро к макро, да, история, которая вот важна. То есть я хочу сказать, что то, что происходит сегодня, происходит не только с премией, не только с сообществом, это происходит с обществом. Ура! Пойдете выпьем в хронике! Спасибо!